привет из беларуси моя посевная началась уже давно первые мои посевы в этом году это бегоня клубневая я ее села 25 ноября сегодня у нас 12 января и моя бегоня как видите немножко подросла уже идет формирование второго настоящего листа не на всех экземплярах вот и нон-стоп мокко она растет более дружно всходы такие выровненные и развивается хорошо а вот это бегоня это illumination ампельная она всегда вот так развивается неравномерно здесь много таких экземпляров побольше и совсем маленьких но тоже идет вот в больших уже развитие второго настоящего листа скоро настанет время пикировки возможно на следующей неделе сегодня собралась сеять остеосперму акила гранд каньон микс 24 декабря у меня начинается посевная 100 штук в прошлом году я уже сеяла остеосперму правда брала другой микс не помнишь как он называется мне он не очень понравился потому что там слишком много было растений такого одного цвета светлые с синей серединкой ну кто знает о сеосперму представляете себе и мало было оранжевых фиолетовых теперь взяла другой попробовать если больше будет цветных значит остановлюсь на этом миксе смотрите какой какая большая колба 100 семян вот такое место занимают семена довольно большие сейчас мы с вами их рассмотрим о какие красотища да не то что петуния лилобели вот такие крупные семена вот сейчас с вами по 7 я сею в кассету кассета у меня это на сто четыре ячейки ячейка здесь вот такая длинная примерно 20 ну не примерно 25 миллилитров она значит я буду сеять остеосперму без пикировки с перевалкой уже в теплице остеосперму будет одно из первых растений первое конечно у меня всегда виола вот а остеосперму тоже в тот же день постараюсь его и уже распекировать растение довольно такое мощное да по сравнению вот с нашими другими цветами которые мы обычно имеем в ассортименте то есть петуния лобели вот и поэтому вот беру кассету с такой длинной ячейкой для того чтобы был достаточный запас с подкормками дотянуть до переезда в теплицу и так бассейн 24 декабря сегодня 12 января вот мой остеосперму взошел неплохо ну как всегда хотелось бы лучше но вот такие растения идет развитие первой пары настоящих листочков вообще что касается выращивания остеосперму то она не представляет каких-то сложностей самое важное знать что на дом очень много времени поэтому лампы нужны обязательно и ранний посев вот кроме вот длительности выращивания никаких сложностей больше нету то есть остеосперма может вырастить любой у кого есть лампы и условия вот для такого длительного выращивания спасибо в конце декабря или в начале января 6 января я посеяла бегонию вечно цветущую проверяю первый раз с вами и знаю что она еще не взошла ей еще рано бегония сходит долго и единственное что побелели гранулы они были ярко желтого цвета но начали растворяться то есть ну дней надо 10 бегонии около двух недель от 10 до двух недель зависит от температуры поскольку у меня не очень тепло поэтому я и не жду таких быстрых всходов в общем видите да лежат рядочками проверим с вами через недельку как это бегония пожилая отлично цветущая у меня вот такая дата посева всегда 6 5 6 января успеется все успеется гацанья посев от 7 января гацанья всходит очень быстро я ее сеяла двумя способами и присыпала и не присыпала но мне больше нравится с присыпанием вот смотрите всходы довольно ровно и когда не присыпая что вот остаются эти семенные шлемики и приходится их снимать вручную а вот присыпанные хорошенько придавлены они выходят очень чистенькие значит 7 по 12 но вот прошло совсем немного времени а гацанья практически вся взошла но есть надежда что и зайдут тут остальные ячейки сколько их осталось но даже если не взойдут то видно что уже схожесть хорошая у нее всходы тоже такие крепкие семена у гацанья не маленькие сеять просто руками рассыпаешь все и гацанья на него всегда приятно смотреть она очень быстро всходит быстро как-то дружно вот так выглядит как видите 7 января посеяла виолу крупноцветковую она конечно еще только-только вот начинает сходить показываются вот первые такие спинки где-то слабо были присыпаны вот видно что прорастает корешок только на следующей стадии уже покажутся спинки и начнут развиваться семидольные листы сбрасывать вот эту шелуху от семечки вот тогда будет настоящее прорастание пока конечно для виол еще рано еще хочу вам показать вот такую бегонию иконию помните у меня есть видео о бегониях икониях в этом году это для меня были новинки и вот в виде такого маточного растения осталось только мисс малибу вот это с оранжевыми цветами они не такие уже яркие как были летом конечно света не хватает она у меня растет на подоконнике без ламп без досветки то есть в таких естественных условиях дома или квартиры да и вот она стала зацветать сейчас напомню вам 12 января бегония зацветает и посмотрите на окраску вот молодых листьев они такие вот темные хотя света конечно не хватает это видно по таким длинным междоузлием здесь они не так видны а вот в этих вот ветках видите какие длинные междоузлия конечно света не хватает но уже так сказать видите претензии на цветение идет ну тоже пока обрывать не буду раз ей так надо пусть цветет хотя дни конечно короткие дни короткие но чувствует она себя как видите неплохо просто на подоконнике вот делюсь своим опытом передержки бегонии и коней остальные иконе у меня в виде черенков зимуют но у меня на сегодня все пора прощаться до свидания надеюсь до скорого